приветствую любителей предметно-материальной истории чем отличается антиквариат от винтажа и хлама поделюсь с вами экспресс методом по определению то чем мы не пользуемся и жалко выбросить это хлам то что не выбросили наши родители это винтаж а то что не выбросили наши дедушки и бабушки это антиквариат спасибо вам дорогие зрители благодаря вашим комментариям у меня появляются новые идеи для роликов комментарий вопрос от зрителя lm как вы считаете а обувь 1894 года считается антикваром внесу ясность терминологию и разберемся с ценностью обуви 19 века антиквар это человек разбирающийся в старых вещах способны определить их предназначение ценность и стоимость а антиквариат это предметы возрастом старше 50 лет с возможностью идентификации их автора даты и место производства многие антикварные вещи стали частью повседневного быта и большинство людей не обращают на них внимание и не задумываются об их ценности прабабушкин почерневший от времени шкаф выезденный на дачу может оказаться редким русским буфетом конца 19 века прадедушкина сабля найденная на чердаке может оказаться шашкой с клеймом гурда известным на кавказе еще в 18 веке блестящая зверушка с которой играют дети может оказаться редким образцом русской бронзы а пригруз на крышке бочки с квашеной капустой творение всемирно известного флорентийского скульптора по мрамору а сколько антикварных предметов окружает вас в повседневной жизни напишите пожалуйста в комментариях очень интересно возможно вы пользуетесь предметом стоимость которого превышает ваш месячный годовой или десятилетний заработок антикварная ценность складывается из нескольких основных элементов ценность материала дата производства производитель сложность повторения тираж провинанс или легенда и состояние из различных форм совокупности этих элементов и складывается антикварная ценность а теперь порассуждаю конкретно про обувь 1894 года которую я не видел какая ценность материала обуви 19 века максимум кожа и дерево материальной ценности 0 дата изготовления оставленная производителем на предмете однозначно добавляет исторической ценности известный бренд производителя незначительно добавит коллекционной ценности в части обуви сложность повторений не стоит рассматривать так как настоящее время современные технологии позволяют сделать любую модель обуви из любого материала тираж обуви очень важный фактор обувь изготовлена на заказ или и выпускали в больших объемах на производстве следует отметить что наибольший интерес у коллекционеров представляет форменная армейская обувь а если вам удастся найти фотографию какого-либо персонажа в подобной обуви то это будет большой удачей так рождается провинанс что именно этот человек ходил в такой обуви и этот фотофакт соответственно добавляет исторической ценности этой обуви кстати отметить для себя этот полезный совет или по модному лайфхак это как раз ответ на вопрос кто же покупает на барахолках старые фотографии легенда с фотографией это один из самых старых и проверенных способов увеличения стоимости антиквариата состояние обуви который больше 100 лет очень слабо влияет на прикладную либо интерьерную ценность а потенциальных покупателей можно пересчитать по пальцам одной руки это коллекционеры одежды это обувное ателье либо магазин для интерьера и музей таким образом мы определили довольно узкий круг потенциальных покупателей обуви 1894 года антиквариат это ценные предметы произведенные из дорогих материалов а старая обувь это обычная бытовуха как чугунные утяги или швейные машинки любой старый предмет имеет ценность но не всегда стоимость использование схемы разделения видов ценности позволяет оперативно отличить антиквариат от винтажа и хлама а попутно определить потенциальных покупателей предмета и после мониторинга рынка сформировать примерную стоимость более подробно об этом алгоритме посмотрите в ролике оценка антиквариата по видам ценности ссылка вверх в подсказке и в описании к ролику съемки провожу в отеле с антикварным интерьером брестоль краснодар здесь гостей окружают предметы современного искусства и антиквариата которые при желании и возможности гости могут увести с собой а присматривают за порядком и охраняют ценности отеля брестоль два милых пятнистых монстра если вам понравился новый формат пишите ваши вопросы в комментариях с удовольствием буду делать видео ответы и получать ваши лайки как вознаграждение за труд по съемке роликов подписывайтесь на канал впереди ждет много полезных советов и захватывающих сюжетов и жизни антикварного ареала и его обитателей